Торгово-развлекательный комплекс Вегас Крокус Сити отпраздновал годовщину. В честь этого события телеканал РУТВ устроил масштабное шоу в Вегасе. Такого количества артистов не было еще никогда. Начиналось все с традиционного концерта в стенах торгового центра. Юлиана Караулова, Эмин, Текила, Жасмин, Арсениум, Сагдиана и многие другие звезды подарили гостям заряд отличного настроения и раскачали толпу перед грандиозным оупен-эйром. Юлиана Караулова впервые выступала на сцене Вегаса как сольная артистка, а не в составе группы «Fivesta Family». И, конечно же, девушка заметно нервничала. Настроение отличное, мне все очень понравилось, как обычно, очень позитивная публика. Все радостные, на позитиве улыбаются, и, конечно, поводов для этого более чем достаточно. Но, тем не менее, мне кажется, Вегас именно славится такой аудиторией, которая всегда очень расположена по отношению к артистам. Поэтому для, я думаю, любого артиста выступать в Вегасе – это настоящий праздник. За год существования шоу в Вегасе поменялся не только состав некоторых групп, но и личная жизнь исполнителей. Виктория Дайнек, например, вышла замуж и, по слухам, ждет ребенка. Мне кажется, жизнь после штампов в паспорте становится как-то гармоничнее, комфортнее. И меня, конечно, пугали, что все страшно. На самом деле, мне кажется, на следующий же день после свадьбы, несмотря на то, что мне до этого было хорошо с моим тогда еще будущим мужем, уже отступившим, мне все равно очень комфортно. И сейчас еще даже лучше, чем было, когда мы только познакомились. Продолжилось грандиозное шоу на открытой площадке, где состоялся масштабный опен-эйр. Сергей Лазарев, Глюкоза, Джиган, Эмин, Анита Цой, Артур Пирожков не только исполнили свои хиты, но и вошли в самый тесный контакт со своей аудиторией. Селфи с любимым артистом в этот день мог сделать каждый. Стоило только сильно захотеть. Кстати, многие звезды признали, что обожают Вегас не только за шоу РУ-ТВ, но и за отличный шоппинг. Да, я очень люблю, причем я люблю здесь именно такие недорогие марки. Здесь их очень много и очень хорошие коллекции приходят. То есть именно то, что заходишь туда, захожу. Как приезжаю, блин, на РУ-ТВ, так обязательно потрачу деньги. Ты хоть раз успел пошопиться здесь за год? В Вегасе? Я что-то вообще не шоплюсь, я вообще ничего не покупаю. А как ты одеваешься, например? А мне привозят домой, все. Все знают мои размеры, их не так много. Их три всего лишь. То есть ты жертва интернет-шоппинга? Практически, да. Ой, какой у тебя размер? Можно еще раз? Три эксель. Три эксель? Ну, иногда два эксель. Ну, то есть это одежда для толстяков? Да. Саундчек проходит до открытия магазина Вегас. А это обычно в 9 утра. Поэтому вот в 9 утра, когда еще никого нет, я могу прогуляться, посмотреть, что-то себе в витринах увидеть, и потом вернуться, когда уже магазин откроется. Но в этот день селебрити было не до магазинов. Ведь сразу после шоу Эмин пригласил всех на открытие Роузбара. Новый ресторан в лучших агаларовских традициях уже заработал в Вегасе и ждет всех желающих. Роузбар – это самое новое место, которое я открыл, и самое, наверное, свежее и крутое. А как вы определяете, крутое это место или нет, по гостям? Нет, по ощущениям. Ну, крутое такое образное, наверное, описание. Любое новое заведение, в частности ресторан, наверное, должен быть вкусным, красивым, комфортным. В нем должна быть приятная аура. А в Роузбаре, мне кажется, это все есть, тем более открывается крыша стеклянная, открываются двери, ты находишься на террасе, музыка, диджей, сцена, концерт. Юное дарование Анны Шульгина вовсю слушается своих родителей. Как известно, любой уважающий себя артист живет от бартера до бартера. Вот и сейчас семейство Валерии и Пригожина решило воспользоваться щедротами Эмина и отпраздновать день рождения Ани за счет заведения. Столько событий в один день – это здорово, когда можно все события объединить. Такое количество гостей, друзей, знакомых, мы все друг друга знаем, было бы, наверное, нецелесообразно приглашать всех и уводить часть гостей в другое место, чтобы они туда-сюда метались. Поэтому мы решили соединить и не создавать проблем никому. Грубо говоря, Эмин вас пригласил на открытие Росбара, и вы решили заодно… А мы вас пригласили на день рождения Ани. Да, на самом деле так оно и было, потому что мы всегда отмечаем, на все свои праздники приглашаем Эмина. А тут так, поскольку в один день все получилось, мы говорим, слушайте, наверное, надо объединять эти события. Для шоу-бизнеса это дело привычное, и Шульгина говорит о своем празднике внутри другого праздника совсем без стеснений. Сегодня это какой-то идеальный праздник, идеальный день рождения, потому что приехали люди, которых я давно не видела. Тут я столкнулась с людьми, которых я там не видела тоже несколько лет. В общем, так все приятно, и тут все свои, все мило, уютно, вкусно и красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...